Во вторник в Словодческой больнице состоялось совещание с участием комиссии регионального представительства Национальной службы здоровья Украины, руководством департамента и администрации города. Это было ознакомительно контрольное посещение. Посмотрели они нашу базу, условия выполнения с нашей стороны договоров с НСЗУ. В принципе им база понравилась, понравился персонал наш, врачебный особенно. Они и на первичной помощи были, посмотрели все стационарные отделения. Мы им показали медико-социальное отделение, которое мы планируем открывать. В ближайшее время это платное отделение гостиничного типа для пребывания пожилых людей и присмотра для ними. Сказали они, что такого отделения редко найдешь и в Киеве. Поддержали нас в этом плане. Значит, подсказали нам, в каком плане нам надо в дальнейшем развиваться, что надо упор делать на медицинскую реабилитацию и палеоативную помощь. Площади есть, среднего персонала достаточно, которого нужно переучить, переподготовить и развиваться в этом направлении. Тогда мы будем востребованы. Ну, в принципе, очень дружеская, благожелательная такая поездка была. Они посмотрели город, им очень понравился город, сам больничный городок. К сожалению, высказывали в том, что не востребована такая в свое время серьезная база была на сегодняшний день, что заброшена часть зданий. Договорились дружить в дальнейшем, контактировать. Наша вольная проблема – роддом. Они выслушали ее? Выслушали, да. Они высказали свое мнение. Они поддержали нас в том, что при таком маленьком количестве родов в год, рождаемость, которая снижается не только у нас, а по всей Украине, что будущее в медицинской помощи в природах – это все-таки перинатальные центры. И на следующий год они, наверное, будут ужесточать условия заключения договоров на оказание медицинской помощи в природах, то есть чтобы отсечь маломощные акушерские отделения. Ну, скажем, аналогичные наши. Да, хотя, в принципе, местная власть имеет право, как владелец, за свой счет открывать такие отделения, но там очень много рисков различных. Это отсутствие подготовленного персонала и отсутствие нагрузки на персонал, отсутствие опыта соответствующего врача. Ну, то, что мы уже неоднократно говорили. Интересно, что Криштайн Наталья, входящая в руководство регионального представительства НСЗУ, в 2000-х годах проходила интернатуру в нашей МСЧ. Посмотрели мы и медико-социальное отделение, которое будет открыто в ближайшее время, ориентировочно до конца августа. Оно состоит из двух и одноместных палат. Суточное пребывание здесь будет стоить около 390 гривен с круглосуточным медицинским наблюдением и пятиразовым питанием. И, конечно, мы поинтересовались, как обстоят дела с заболеванием коронавируса в Славутичо. У нас на сегодняшний день 10 подтвержденных случаев, 2 свежих. Последние три случаев – это из одного очага. И первый заболевший из этого очага уже выздоровевший. Результат повторный у него отрицательный. Но два контакта с положительным результатом. Что делать, чтобы защитить себя от вируса? Мить руки ретельнейше и частейше. Будь ласка! Використовуйте маску. Это помогает уповільнити поширение захворювания. Залишайтесь дома, поддержите один одного, піклуйтеся про свою семью, дітей и близьких. Зберегайте физическую дистанцию 1,5-2 метра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok